В очередном матче Национальной Хоккейной Лиги действующие обладатели Кубка Стэнли и Стампа Бэйлайнинг обыграли канадский клуб Оттава Сенаторс 2-1. Уроженец Тюмени Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков. Эта победа стала для него шестой подряд и шестнадцатой в сезоне, что является лучшим показателем в Лиге. Однако не это стало главным событием дня. 27-летний вратарь установил новый рекорд НХЛ, выиграв 63-й матч в календарном году. Всего Андрей провел 88 встреч. С 2009 года рекордом владел канадец Марк Андрей Флюрий. 62 победы в 98 поединках в составе Питтсбурга. Вообще уходящий год запомнится Андрею. Он взял второй Кубок Стэнли и стал обладателем приза самого ценного игрока плей-офф. Местом проведения финала четырех мини-футбольной лиги чемпионов выбрана столица Латвии – Рига. В конце апреля за титул сильнейшей команды Старого Света поспорят МФК Тюмень, Испанская Барселона и два клуба из Португалии – Бенфика и Спортинг. С одной стороны, это хорошо. Мы, конечно, были удивлены, но, опять же, приятно удивлены, что второй раз в истории дали проведение финала четырех нейтральной стороне, можно так сказать. УЕФА для проведения крупных турниров не первый раз обращает взор в сторону Прибалтики. В уходящем году чемпионат мира состоялся в Литве, где неплохо себя проявил Артем Антошкин. С организацией было все отлично, а вот с болельщиками было не очень густо. Поэтому, думаю, в Риге надеемся, что будет получше. В Праге завершился чемпионат Европы среди клубных команд. Команда «Урал-Западная Сибирь», в состав которой вошли четыре представителя Центра Олимпийской подготовки Тюмень-Цюдо, выиграла две медали. Взять золото российскому клубу помешали французы. Дарья Давыдова стала серебряным призером. В финале девушки уступили команде «Пари Сен-Жермен», оставшись при этом втроем. Девочка Солкарбек, она заявлена в 57 килограмм. И тренера, которые с нами туда поехали, попросили ее попробовать сгони в 52 килограмма. Может, получится. А у нее было там два дня максимум. Она пыталась, бедняга, там, мучилась, но у нее не получилось. Она столько не весила, наверное, где-то, ну, давно столько не весила. Навруз-наврузов, Эльдар Аллахвердиев и Роман Донцов довольствовались бронзой. Мужчины стартовали с поражения от Сен-Женевьев, но сумели пробиться в малый финал через сетку утешения. И была такая у нас равная борьба. То есть проиграл схватку я. Мне кажется, что такая важная схватка была. Если бы я ее выиграл, допустим, или также навруз, то мы бы вышли в финал. То есть и ему, и мне было по силам прямо выиграть схватку. Немножко вот вышел я, не смог собраться, как бы, и вот пропустил так встречу. Но потом, зато утешительные встречи, всей команды настроились. Тренер тоже слова напутствия нам дал. И мы потом разгромили всех. Команда Франции – это сильнейшая команда Европы и, в принципе, мира, потому что в основном только в Европе развивается клубное дзюдо. Были шансы все попасть в финал, но первый раз выступали. Так что бронза – это тоже отличный результат. В Тюмени завершился чемпионат России по снукеру. У мужчин победу праздновал Иван Каковский. Успех питерца определенно стоит отнести к разряду ожидаемых. Каковский первым из российских снукеристов принял участие в чемпионате мира среди профессионалов. На внутренней арене равных ему сейчас нет. Я понимаю, что мне нужно выиграть. И, наверное, я считаюсь фаворитом, но при этом есть много игроков, которые тоже очень хорошо играют. Поэтому с настроем проблем никаких нет. У женщин финал получился тюменским. И в нем юная София Бельденко оказалась сильнее опытной Анастасии Нечаевой. Я считаю, я хорошо отыграла и финалы, и другие встречи. И показала свою невозможную наилучшую игру, которую могу показать на данный момент. В Тюмени состоялся премьерный показ спортивной кинодрамы режиссера Михаила Музалевского «Панчер». Фильм, в который больше было вложено эмоциональных затрат, нежели финансовых. Это где-то порядка 600 тысяч рублей. То есть, ну вот так вот. Для такого фильма, для спортивной драмы, это вообще смешные деньги на самом деле. Да, нет красной дорожки. Но у нас есть хотя бы бортовый ковер. С чего-то надо начинать, друзья. Тюменское кино уже начато. Дерись не ради славы, но ради жизни, ради любви. Слоган «Панчера» универсален. Финал – вечная тема борьбы добра со злом. А это вам еще предстоит увидеть. И я советую вам сходить на эту картину, потому что не все так просто, как всем кажется. Зрителей в зале даже больше, чем в доковидные времена. Ожидание было томительным, но что такое пять минут в сравнении с двумя годами съемок? Когда я оборачивался и зал то плакал, то смеялся, то закрывал лицо, то отворачивался, то хихикал. Это, как сказать, огромный прорыв для нас, для Тюмени. Очень впечатлило. Ребята просто молодцы, потому что они этот сюжет раскрыли. И здесь большая составляющая-то воспитательная. Тюменский прокат «Фильм Панчер» вышел 16 декабря.